За день до того, как в США был сбит китайский аэростат-разведчик, госсекретарь Энтони Блинкен отложил свой запланированный визит в Пекин, и отношения между США и Китаем достигли новой низшей точки. «Решение Китая отправить аэростат наблюдения над территорией Соединённых Штатов неприемлемо и безответственно. Это нарушение нашего суверенитета, это нарушение международного законодательства». Спустя несколько месяцев главный американский дипломат заявил о важности поддержания прямых линий связи между сторонами. «Это отвечает интересам обоих государств. Отсутствие общения крайне опасно и может привести к недоразумению и недопониманию». Пентагон также хотел бы, чтобы Пекин участвовал в военной горячей линии, чтобы высшее командование могло обсуждать разного рода инциденты. По мнению экспертов, несмотря на напряженность в отношениях, Вашингтон и Пекин работают над организацией переговоров на высшем уровне. «Обе страны пытаются организовать встречу между Джо Байденом и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Для успеха саммита, если эта встреча действительно стоит в повестке дня, необходима тщательная подготовка». В то время как в администрации США надеются на возобновление сотрудничества с КНР по вопросам борьбы с наркотиками и изменениям климата, в Конгрессе к возможности перемены динамики в отношениях между странами относятся весьма скептически.